Друзья, здравствуйте! Чтобы выйти сегодня к вам в эфир, начинаем уже со второго раза писать это видео. Тема следующая. Прием витаминов во время беременности, ну и собственно микроэлементов. Витаминов и микроэлементов во время беременности. Тема объемная, тема глубокая. Конечно, медицина говорит одно, натуропатия еще позапрошлого века говорит другое. Разнятся все и вся, но практика показывает, что и как лучше сделать. Юлечка, передаю тебе слово, потому что еще раз, друзья, у нас в гостях наша повитуха прекрасная, Автушенко Юлия, которая способна своими руками принимать деток прекрасных, чудесных, ну и собственно сопровождать наших женщин, благое будущее, будущие мамы. Передаю тебе слово. Здравствуйте, друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – прием витаминов и минералов во время беременности. Тема, которую очень волнует каждую женщину. Каждая женщина меня спрашивает про какие витамино-минеральные комплексы ей нужно принимать во время беременности. Каждая по нескольку раз. Врачи прописывают им препараты йода, кальция, железо, прям витаминно-минеральные комплексы для того, чтобы пополнить дефициты. И у меня сразу встречный вопрос к этим женщинам. Если, допустим, она сдает анализ крови, у нее по анализу крови видно, что имеется наличие дефицита железа, то ей прописывается препарат железа. Ну, тут как бы вроде как понятно, да, есть дефицит, ей прописывается препарат железа. А вот касаемо витаминно-минеральных комплексов, которые ей прописывают, мне вообще непонятно. У нее что, дефицит всех витаминов и минералов, что ей как бы прописывают прям полные комплексы? Ну, предполагаем, да, что у женщины дефицит всех витаминов и минералов, ну, это же как-то странно. Да, к тому же все эти препараты, они все синтетические, что пользы никак не могут привести. Больше я скажу, что все эти витаминно-минеральные комплексы синтетические любят паразиты, которые в каждом организме существуют паразиты. И если, допустим, к примеру, возьмем одну аскориду, как вид паразита, которая так бы жила бы полтора года, к примеру, да, а если мы ее накормим витаминами и минералами синтетическими, она проживет в три раза дольше. Но это просто факт. Поэтому стоит задуматься, да, стоит ли их применять такие огульно, без обследования, полные вот эти витаминно-минеральные комплексы. Касаемо кальция, казалось бы, да, кальций показан женщине, потому что на строительство костной ткани из организма матери малыш будет тянуть кальций, да, на строительство костей. Ну, казалось бы, тоже понятно. Но акушеры уже много лет бьют тревогу, что у малышей, они обнаружили, что у малышей так называемое окостеневание черепа происходит раньше времени. Если малыш, имея косточки на голове, которые должны в момент прохождения по родовому каналу конфигулировать, так называемая, так называемая конфигурация происходит, ну, то есть складывание костей черепа одной на другую, то этого не происходит за счет того, что вот эти вот межкосточки швы, они окостеневают, и головка не может она сложиться в этот момент, когда должна пройти через таз матери. И то же самое с тазоматери происходит. Если у мамин таз, он в норме должен, может раскрываться в родах, то есть у нас это плохой симфиз, он до двух сантиметров может раскрыться. То есть вот в такой проекции хорошо раскрывается, и в такой проекции хорошо раскрывается. И копчик отклоняется у нас довольно, ну, хорошо. То есть у нас довольно такое хорошее пространство, чтобы малыш у нас прошел через родовой канал. Если мама принимает неорганический кальций, еще раз подчеркиваю, неорганический кальций, у неё всё это дело окостеневает. Окостенела здесь, окостенела здесь. Естественно, показания к кесаревому сечению экстренно, потому что малыш не может пройти через родовые пути. Хрящи, соединяющие кости таза, окостенели, да, головка малыша тоже раньше времени окостенели. Ещё хотелось бы рассказать из моей жизни историю. Ну, кто знает, кто читает мою страничку, они знают, что я раз в месяц, мы стараемся моей группой, и не только группой, выезжать на ретриты по сухому голоданию, где я каждый раз новую тему беру и раскрываю. Вот в очередной раз мы выехали, и я рассказывала про органический и неорганический кальций, как вообще отличить, откуда брать, ну, все вот эти вот нюансы. И одна моя из учениц, она сама по образованию врач, стоматолог, она мне задала вопрос, Юля говорит, а может ли быть, что препараты, которые прописывают женщины во время беременности, ну, именно кальций неорганический, может ли быть вот именно в этом причина, что у малышей, у детей происходит третья, третья, как она сказала, третья закладка зубов. Ну, как бы я еще такая думаю, ну, что за закладка, ну, я-то понимаю, что там у нас не только две закладки, да, могут быть зубов у нас намного больше, если мы ведем правильный образ жизни и долго живем. Но здесь речь шла про детей, и я уточнила. Она мне говорит, между молочными и постоянными еще какие-то конкременты, то есть какие-то образования бесформенные, не имеющие никакой функции. И вот они, получается, между молочными и постоянными прям целый ряд так называемых конкрементов, которые приходится детям удалять. Вы представляете? И это настолько, я говорю, что так часто происходит, она говорит, это очень частое явление. И мы, говорит, таких детей, и у нее даже у племянника такое явление было, она его называет скалозуб. Ну, то есть непонятные вообще какие-то образования, которые нужно удалять. А представляете, ребенку удалять вот это вот все, это же операция, это же по наркозам все делается, это уменьшательство. То есть вы понимаете, что существует, я бы сказала, это эксперимент на женщина. Это эксперимент. Потому что как повлияют синтетические витамины, минералы на организм женщины, будет видно только в дальнейшем. И то, как показала практика, это нигде не фиксируется. Абсолютно нигде. Если мы возьмем историю, когда в Америке, не помню какой год, чтобы не соврать, женщинам в качестве или антидепрессанта, или успокоительного прописывался беременным, таледомит. Да. И после этого начали рождаться детки без рук, без ног. Это официально женщинам было прописано, то есть врачами прописывалось. И каждый раз, когда что-то такое, мне женщины говорят, что им прописали. Я говорю, девочки, можно взять это всё из продуктов? Можно. Зачем вы это всё... Вы не знаете, как это аукнется совершенно. Есть совершенно чёткие примеры из истории, к чему это приводило. Антибиотики, которые были считались без противопоказаний для беременных, они приводили к глухоте или слепоте малышей, когда они рождались. То есть это всё факты, которые можно исследовать и самим проследить, как это всё было. Поэтому нужно быть очень осторожными в отношении витаминно-минеральных комплексов и отдельных вещей, которые прописывают нам врачи. Неорганический кальций, он реально не выводится из организма. Он, как я уже сказала, один из вариантов, как он происходит, это костеневание таза и головки плода. Также он является причиной у небеременных плохой гибкости. Наросты на суставах появляются, на позвоночнике, в виде песка, в почках и камней, и в желчном пузыре. То есть оно никуда не девается. Каждый у меня, кто приходит на тренировки, все хрустят. Понятно, что там не только это витамины-минеральные комплексы, но это в том числе это та же неорганика, которая откладывается у нас и на суставах, и на позвоночниках, и в почках, и в желчном. Поэтому надо ли оно нам? Тоже вопрос. А вот если органический кальций, передозировка происходит, то организм совершенно спокойно его выведет. Ну если из продуктов перекушать, органического кальция, организм спокойно его выведет, тут страха не будет. Больше того, ваш организм вероятнее всего он почувствует, что вам уже переизбыток, он не будет его хотеть. Этот кальций кушать дальше. Безусловно, существуют какие-то пограничные и экстренные ситуации, когда прием таких препаратов оправдан. Здесь и сейчас человеку плохо, его нужно вывести из какого-то экстренного состояния. Здесь тогда это оправдано, безусловно. Но не повально, не поголовно. Каждой женщине одну дозу одного препарата. Я считаю, что это неверно. Важно все это знать, важно понимать, чтобы не быть клиентом фармкомпании и врачей, которые пользуются незнанием женщин и зарабатывают на этом деньги. Ну и портят здоровье, соответственно, людям, которые не разбираются в этом вопросе. Ну, друзья, я, конечно, свои, как говорится, пять копеек сейчас ставлю. Смотрите, какая штука. Почему нам рекомендуют комплекса? Ну, в целом, в этом есть... Знаете как, давайте так. Система, она действует на опережение. То есть у нас действительно усваивается все комплексно. То есть, например, кальций усваивается вместе с магнием и йодом. Не будет какого-то элемента, это все не усвоится. Это нужно знать. Половина витаминов тоже в компоновке усваивается. Комплексы, они действительно нужны. Но, как природа сделала? Она создает какой-то продукт. Да, например, яблочко, там, грушку, там, еще там что-то, там, морковочку, да. И все, что есть в ней, это и есть комплекс. И если мы идем, глядя на природу, опираясь на природу, то есть мы заглядываем, соответственно, в какой-то продукт и понимаем, там, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой набор витаминов. И, естественно, это все, конечно, органика. У нас неорганика, она не только на суставах и на хрящах откладывается, она сплошь и рядом в сосудах откладывается. И потом начинаются то атеросклеротические бляшки, какие-то непонятные, да, на которые вообще человек не понимает, как смотреть, откуда они вообще взялись, то различные патологии сосудистой сетки. И вот это вот все наше питание. Конечно, изобилие этих всех витаминов, оно головокружительное для людей порой. И кажется, ты вот, ну, ерундой занимаешься, ничего не кушаешь качественное, а вот выпью витаминку, мне станет легче. Не так это работает. То есть в целом, смотрите, как обычно делаются комплексы. Нормально, должны делаться, если мы понимаем, что у нас авитаминоз. Во-первых, когда мы сдаем кровь, это, ну вот на данный момент, уже неправильная диаграмма. Это нужно знать. Почему? Потому что вот вы заходите, и вы уже эмоционально представляете, что вам сейчас там иголочкой будут колоть пальчик или вену, в зависимости от того, что вы смотрите. Вот. Если нужна лейкоцитарная формула, так там вообще нормальный объем, хороший такой крови берется. И особенно дети, они стрессуют. Или беременные, она понимает, что она беременная, что лишний раз вот это сейчас будут трогать, брать эту кровь. Нервная система, что она делает? Она начинает спазмироваться. И как вы думаете, какая будет кровушка? Естественно, она будет стрессовая. То есть ярко не будет показано, что на самом деле происходит в организме. Это уже те показатели, которые неправильные. То есть они не имеют такого правильного положения, какое есть на самом деле в организме. Это раз. Второе, когда взяли кровь, вы покушали, вы погуляли по свежему воздуху, попрыгали, побегали, у вас уже кровь изменилась. То есть понятно, есть затяжные ситуации, когда, например, йода вот так выше крыши, или кальция вот так, а у женщины остеопороз. А почему так? Потому что ни йод, ни кальция войти в клетку не могут. Не хватает того самого элемента магния для того, чтобы забрать это всё, чтобы комплексом всё пошло в клетку. Потому что у нас есть антагонисты, а есть симбиоты, так называемые, то есть взаимоусвояемые микроэлементы, либо макроэлементы, либо витамины. Поэтому, конечно, комплексы сами по себе, они должны создаваться. Вот мы смотрим на кровушку человека, и мы её видим в динамике, то есть сегодня, завтра, послезавтра, после-послезавтра, то есть у нас в течение какого-то периода есть анализ, мы видим референсное значение, мы видим, куда попадает значение по крови. И мы, соответственно, понимаем, ага, в течение недели, двух, трёх, одна и та же кровь, да, ну, понятно, значит, там действительно не хватает кальция. Как он может попасть в организм? Он может попасть вот так, вот так, вот так. Кунжут мы сейчас можем есть? Можем. Мак мы можем есть? Можем. То есть мы можем кедровые орехи кушать, чтобы как-то там с белком, да, разобраться, и, соответственно, чтобы у нас эферетин поднялся, всё остальное поднялось. Мы можем это сделать. Понятно, и нужно понимать, что витамины, это не скоро помощная ситуация. То есть, если мы при смерти, какие тут витамины? Давайте будем честными, да, ну, то есть отдавать себе отчёт, что витамины, когда ты на смертном адре, они только, ну, так, понюхать их, для освобождения внутренних зажимов, а так-то, собственно, они особо уже не помогают. То есть, естественно, стиль нашей жизни, стиль того, как мы воспринимаем этот мир, позволит, соответственно, выздороветь. Но это точно не один комплекс витаминов. Это нужно знать, себя надо знать. И обычно это определяется так. Вот вы становитесь пилизеркалом, ага, начинаете вот так вот века опускать, а там всё красное-красное, всё закислено, воды не пью. А почему закислено? Значит, какие-то проблемы есть в организме. А почему? Значит, не ем щелочных продуктов, значит, нужно разгрузить. Очень много белка, который не переваривает печень. И вот эти все вещи можно просто по лицу понять. Ага, отёчность. А почему отёчность? Может быть, какая-то идёт одутловатость от того, что просто кровушка и лимфа не подходят, не уходят от головы. Значит, что нужно сделать? Опять допьём воду. Такие-то витамины, минералы в продуктах находим. И, соответственно, нам ничего этого всего не нужно. В конце концов, спортом начинаем заниматься. Знаете, как вы быстренько спустите лишнюю воду? О, километров пять хотя бы ножками своими пройдите, и уже станет легче. Витамина Д не хватает, а то сейчас в каплях начали капать. Друзья мои, вот когда мне пишут, сколько капель накапать, мне хочется после этого просто выбросить телефон и больше никогда его не включать. Потому что даже в погодные условия сургута можно научиться загорать. Можно это сделать. Пешие прогулки. Лицо вот так вот моську выставили, лишь бы нос торчал. Даже если буран. И идём гулять. Всё равно эффект будет. Понятное дело, что если там по семь месяцев зима, там уж, конечно, люди бывают, прибегают к витаминам. Но в целом нужно понимать, что всегда можно подстелить себе соломку. Было бы желание. Не через витамины, так значит, через какие-то правильные продукты. Я считаю, не бывает безвыходных ситуаций. То есть получается так, что если мы берём комплекс, то он правильно, он должен быть комплексом. Это нужно знать. Один, вот я говорю, я пью йод. Вот мне не помогает. Я говорю, так йод он никогда в жизни не усвоится. Один, он не усвоится. Он просто будет в крови тебя, уровень поднимет. А у тебя было как Т3, Т4, ТТГ, мёртвые. Так они так и останутся. То есть я объясняю, что действительно, если мы что-то хотим, то мы должны комплексом. Это как люди, которые сидят на одних макаронах и говорят, надо же, у меня какие-то проблемы с витаминами. Вот хочется вот так сделать. Я говорю, а что ты кушаешь помимо макаронов? Говорит, ну я там ещё, может быть, кусочек огурчика. Когда, говорю, вот такой кусочек, и ты считаешь, что тебе этого достаточно? То есть получается, что мы хотим ничего не делать, индульгировать и напиться витаминов, сидеть довольным. То есть получается, что комплекс, если вы подбираете, он должен быть подобран под вас. То есть, грубо говоря, натуропат, который занимается всеми процессами организма. Вы ему приходите в динамике, показываете разницу хотя бы в неделю. Свою кровь в течение месяца вы каждую неделю сдавали. И вот так вот приходите ему и показываете. Он смотрит, ага, ну вот, я всё понял, ага, вот здесь было воспалительные процессы, там и зенофилы какие-нибудь повышены. Здесь у тебя, например, ТТГ какой-то странный, а что было? Стресс был? Ага, всё понятно. То есть, вот уже по динамике будет понятно, из чего вам собирать этот комплекс. А если всё для всех, вот смотрите, у нас есть такая хорошая вещь, болезнь, которая, вообще это очень хитро, остеохондроз. Мне очень нравится. Я всегда улыбаюсь. Нет такого заболевания остеохондроз. Запомните, на всю свою жизнь его не бывает. Почему? Потому что всё, что у нас не усваивается, он и не может вывестись, потому что организм вообще не понимает, как оно в организм попало, как этот мусор мог в организм заползти, а мы его просто закидывали, и почка не понимает, как его вывести, печень уже забитая, сидит вот так вот в своём, как говорится, благоухании, да, вот этому вот фонит, как какашками нашими, но по-русски говорю, я даже не знаю, как по-другому это сказать, чтобы не выругаться. И ничего вывести не получается. Что организм делает? Он-то складывает. Он это складывает. Куда складывает? Вкусное основание. То есть получается, что наш позвоночник абсолютное, хорошее хранилище для всего, что не усвоилось. А потом начинается, ой, у меня мышцы хрустят, ой, у меня там где-то что-то связки хрустят. Так а куда этому деваться? Куда оно будет откладываться? Это то, что сказала Юля в самом начале. Когда женщина в родовой деятельности, а у неё таз не раскрывается, и она ничего не может сделать. А почему? Потому что она тушится, мышцы с фасциями уже деревенели, всё деревянное, косточки все посрастались. А что случилось? Почему организм так отреагировал? Потому что он это взять не может. У него нет таких механизмов, чтобы это усвоить. Соответственно, получается, что мы сгробим сами себя. Конечно, когда вы берёте, ну ладно, с ним вы покупаете витамины, но когда вы видите, что там есть слово органические, ваша рука автоматически должна это поставить на полку. Просто и вымыть после этого ещё руки, хорошенечко вымыть и продезинфицировать. Что как будто бы в вашей жизни эти витамины вы никогда не видели. То есть не должно быть состояние, что вы, ну ладно, вдруг прокатит, я там попью эти витаминчики, а вдруг поможет. Как это вдруг? Как это вдруг? Это ваш организм. Теперь по поводу синтетических всех этих штук. Дело в том, что у нас на каждый грамм синтетических витаминов нужно выпивать 3-4 литра воды. На каждый грамм, друзья мои, а когда ты смотришь там тоннами этот витамин С пресловутый, синтетический употребляют люди, а расскажите мне, пожалуйста, сколько вы пьёте, а куда всё это идёт? А ещё нужно знать, что печень, она забивается, ну где-то, ну, к совершеннолетию, к 16-14 годам, плюс-минус, да, раньше, чем к совершеннолетию. То есть даже не в 18. если раньше это всё могло ещё как-то на нормальной еде чуть-чуть попозже случиться, то сейчас это случается очень рано. И получается в данном процессе, что печень не реагирует, почки уже всё, они тоже забиты. А вот как вы думаете, почему сразу отёчность наступает после витамина? А как? Всё, организм не знает, как это вывести. И девочки, которые пьют витамины, да, вот этот бодрячок, когда пошла в кровь, да, основная масса витаминов, чуть стала легче. Прошу прощения. Но по факту, потом отмечается, ты перестаёшь их пить, и у тебя резкое такое, фух, и падение. А потому что надо корректировать через питание, чтобы привычка есть полезная была. Конечно, на фоне этих витаминов сейчас я могу сказать, что в советские годы, когда их только начали выписывать, у нас же пошла целая череда родов, в которых дети были абсолютно нестабильны по здоровью. Такие пошли патологии, с которыми врачи были не готовы работать. И вы посмотрите старые книги советские, когда только начали кричать натуропаты, что витамины-то плохо, там строго-настрого написано, вообще не пить эти витамины. То есть представьте, насколько это было химозное производство, а сейчас же как? В силу того, что мы все живём, но вот в той ситуации, в которой живём, каждый экономит как может. И я понимаю так, что эта экономия, она просто экономия на здоровье. К сожалению, это факт. Ну хорошо, я надеюсь, что понятно, но смотрите, и на курсе у Юли, она это всё рассказывает, по подготовке к родам, и в нашей группе, по древнеправославной свадьбе, мы тоже выкладываем очень много информации. Мы специально для вас, вот этот союз, да, вот мы вдвоём с Юлей зачитываем эту информацию. Казалось бы, огромное количество, читай не хочу, всего есть и в интернете, и книги, и информации полно. Но когда тебе говорят, вот так вот в лицо, очнись, вроде как потихонечку начинает что-то в голове просыпаться. То есть мы это приходим не для того, чтобы себе сказать, мы это знаем, нам это не надо. Я, по крайней мере, двоих детей вырастила, да, уже так, как говорится, выхалила, вылелеяла на грудном молоке. Я знаю, о чём я говорю. Когда ты просыпаешься с утра, за что нужно браться? За себя надо браться, не за витамины надо браться, понимаете? То есть, когда вы начинаете следить за собой и обращать внимание на своё самочувствие, естественным образом ты понимаешь, куда тебе двигаться, зачем тебе это нужно. А если вы боитесь, да, у нас же сейчас пугают, а вдруг у тебя там какая-то ситуация, да, проблема там с витаминами, это же обычно на приёме у врача часто слышишь, а вы принимаете комплексы, а ещё обязательно какой-нибудь там договор с ближайшей аптекой есть, где именно на этот комплекс идёт определённая сумма, да, в карман врачу. Поэтому имейте в виду, что это чаще всего договорная ситуация, чтобы у вас не создавалось такое впечатление, что врач сказал, и я бегом сейчас побегу, почитайте, что это такое, как это вообще выглядит, потому что если вы употребляете, соответственно, те витамины, которые неорганика, комплексы, вообще сумасшедшие дозировки, вы же понимаете, что для беременных там обычно зашкаливают дозировки, там волосы дыбом стоят от таких дозировок, там спортсмен, который 24 часа в сутки там в спортзале занимается, он даже не способен это при физической нагрузке через кожу вывести. То есть это такая лошадиная доза, а мы потом удивляемся, почему дефективные дети. Я надеюсь, что мы вам хоть чуть-чуть эту тему приоткрыли. Понятное дело, что вы теперь будете изучать, вы постарайтесь заглянуть в какие-то источники, помимо нашего видео. Но это основная информация, которую важно вам, ну как бы не то, что принять, а хотя бы задуматься. Ведь многое мы не сказали, потому что там нужно по каждому элементу и вообще по каждой фирме разобрать, потому что сейчас очень много чего из-за границы упрёт. А давайте ещё этот момент разберём. Вот представьте, что сейчас не очень-то дружественное у нас отношение, у нас оттуда витамины идут. А как вы думаете, что будет в этих витаминах? Это та же самая песня, что и с... Сейчас хоть бы канал не закрыли. Что и с жидкостью, которую вливают в детей на момент рождения в роддоме. Вот вся та же самая песня. То есть кто будет нацию, которую ты хочешь, грубо говоря, угробить, охолить или леять через импорт, экспорт всех витаминов и всего остального. Но это же смешно, вы же понимаете, что это война. Это война. Это геноцид. И когда мы говорим о геноциде, здесь правил нет. Это война. Поэтому, естественно, задумайтесь. Если вы что-то принимаете, вы должны точно понимать, что это такое. Я вам расскажу историю. В моей жизни был этап, когда был доступ в лабораторию. Я приношу... Очень на тот момент рекламировали эту фирму заграничную. Я приношу витамины и говорю, посмотри, что там. Так вот, там даже яйца-глист был. Представляете? Чего така не было. То есть, получается, человек принимает и идёт инфицирование. То есть, инвазия страшная. Он говорит, так это же специально заражают, получается, людей. Я говорю, ну так да. Так человек, который это исследовал, не понял, что я принесла. То есть, я просто принесла капсулу, чтобы не было предвзятого отношения. Я говорю, посмотри, пожалуйста, что там такое. И там, представьте, даже яйца-глист. Отвратительно. Просто отвратительно. И мы до сих пор. И это не просто штучная какая-то капсула. Это из разных партий было взято. Чтобы вы понимали, о чём идёт речь. Поэтому прислушивайте к себе, анализируйте состав. И, кстати, да. Чаще всего состав – это, ну, по-русски, если сказать, брехня. Ну, то есть, там пишется одно, а закладывается другое. Потому что всегда все в экономии находятся. Всегда все находятся в торговых каких-то отношениях. И экономия, и всякие там подмены, и плацебо – это всё существует. Не говоря уже о том, что очень большое количество контрафактов. Но я думаю, что эта информация, она какая-то, знаете, как толчок. Она не такая, чтобы её конспектировать. Но есть о чём задуматься. Я надеюсь, что вам это полезно было послушать. Ну и, конечно, интересно. Ярочка, у тебя есть что добавить? Да, ты заговорила про витамин D3, который я прописываю, да, взрослому. Мне в память всплыла ситуация, когда мне родственницы прописали в каплях деткам новорождённым витамин D3. Ко мне беременные часто задавали этот вопрос. Ну, как бы я его не особо изучала. Ну, педиатр же лучше знает, да, что она прописывает. Ну, думаю, лучше знает, значит, наверное, нужно. А потом, когда я начала разбираться в этом вопросе, я обнаружила, что там, извините, капельки-то на спирту. Да. Я такая, это что вообще за такое, за беспредел? И, естественно, я сказала, категорически я бы не стала своим детям такое давать, это совершенно точно. Но, по крайней мере, я бы задумалась, как этот спирт оттуда выпарить. Ну, как минимум, да? Да, это уже. И касаемо химических препаратов, витаминов, есть исследования, которые говорят о том, что химические витамины многие, какие конкретно, не знаю, можно поискать, ну, вы можете сами поискать эту информацию, есть информация о том, что они вызывают онкологию, провоцируют онкологию. Да. Да, тем, когда ко мне обращаются на сопровождение по питанию, ну, не беременные, да, женщины, вообще мужчины, женщины, пары, и в том числе и беременные, они удивляются, почему я не прописываю вообще никаких витаминно-минеральных комплексов, ни синтетических, ни органических, ни БАДов. Моя программа питания строится таким образом, чтобы в первую очередь восстановить микрофлору кишечника, потому что наша микрофлора – это наше всё. Если там преобладают паразиты, патогенная микрофлора, то вы хоть запейтесь, хоть самыми лучшими органическими витаминно-минеральными комплексами, оно вот всё мимо кассы пролетит, понимаете? И поэтому, ну, нет смысла, да, во всех этих препаратах, хоть органических и неорганических, если с микрофлорой беда-беда. Вот как-то так. Хоть запейтесь, как говорится, толку не будет никакого этого. Важно знать все эти нюансы и не стать… Никто же из нас не хочет быть пожизненным донором фан-компаний и врачей, поэтому здесь приходится самим раздраться. Говорится, ты сам себе и врач, сам себе и юрист, и сам себе и акушерки. Ну, к сожалению, это так, да. Мы стараемся помочь вам разобраться в этом вопросе. Ещё раз хочу сказать, что это моё личное мнение, которое я озвучиваю, основанное на моём опыте и опыте тех женщин, практическому опыте тех женщин, которые ко мне приходили, да, и с которыми мы работали. Я не могу говорить за всех, у кого там какое-то другое мнение. Я говорю за себя, за свой опыт. Ну, как-то так. Ну, друзья, здесь на самом деле никакого другого опыта мы не можем передать, потому что, ну, как бы здесь хорошо бы поставить, как говорится, к стенке и зажать в тёмном уголочке те, кто, как говорится, пропагандирует эти все витамины и минералы и на самом деле выяснить у них в тайной беседе, что же они там закладывают. Потому что распоют они все, ну, просто невероятно. Они там вам такого понарассказывают и вот так-то, и вот так-то. Но, понимаете, да, на самом деле далеко от истины и, как говорится, торговля есть торговля. Бизнес есть бизнес. Что они там уже закладывают, это только знают они. Конечно, лабораторию можно, конечно, можно самостоятельно замутить это всё дело. Но, сами понимаете, обычно за такие расследования просто убивают. Поэтому, если что-то делаем, то делаем это для себя. Всегда всё для себя. Ну что, друзья, я думаю, что мы поверхностно, хотя бы слегонца, затронули эту тему важную. Но у вас уже есть представление о том, что такое приём витаминов, минералов покупных, которые не в продуктах. И, собственно, свой вывод вы сможете уже сделать. Ну а на сегодня мы вас благодарим, что у вас была возможность нас послушать, посмотреть. Пусть у вас всё ладится и получается. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал YSING-Gas.